Добрый день! С вами сегодня опять Азат Надыров и опять вы смотрите канал InDubai. В одном из прошлых видео я рассказывал о том, как зарегистрировать фирму в Дубае во фризоне GLT. Сразу после этого видео от вас поступило мне очень много вопросов, касающихся именно аренды и покупки коммерческой недвижимости в Дубае. И сегодня как раз на примере вот этого здания. Вот мы сейчас находимся с вами напротив здания, которое называется Platinum Tower. Вы видите, оно находится за моей спиной. И сегодня мы зайдем в это здание. Я вам расскажу, сколько стоит арендовать офис. Можно офис арендовать как с ремонтом, так и без ремонта. Также можно арендовать даже целый этаж в этом здании. И также я вам расскажу, сколько стоит купить офис. Офис опять же можно купить как с ремонтом, так и без ремонта. Также можно купить целый этаж. Вот так выглядит главный вход здания. А теперь давайте зайдем внутрь и уже посмотрим более подробно внутри. Вот так вот выглядит лобби в этом здании. Как вы видите, оно чистое, просторное, светлое. Как правило, всегда в офисных зданиях в Дубае, в лобби есть какая-нибудь кафешка, либо кофешоп, где всегда можно назначить встречу, встретиться с кем-нибудь и попить вместе чай, кофе, что-то обсудить. Еще в этом здании я совершенно случайно обнаружил такой онлайн-справочник по зданию. Как видите, это интерактивная панель, и здесь можно нажимать пальцем, можно посмотреть, на каком этаже какая компания находится. Всего в этом здании, как вы можете видеть, 44 этажа. На каждом этаже по 10 офисов, и, как вы можете видеть, некоторые компании могут занимать один офис, а есть компании, которые занимают, например, вот эта компания занимает 5 офисов, а вот эта компания занимает прямо целый этаж. Да, такое тут тоже возможно, и потом я вам тоже покажу, сколько стоит арендовать и сколько стоит купить целый этаж в таком здании. Помещение здесь начали сдавать в аренду всего лишь полгода или год назад, и поэтому еще не все компании тут закончили ремонт, и не все компании успели внести справочник. Давайте проверим. Вот, например, компания Diamond, она уже внесена в справочник, нажмем на нее. Ну, вот видите, да, здесь логотип компании, номер офиса указан, а также городской телефон, факс и официальный их веб-сайт. Обычно в таких зданиях 6 высокоскоростных лифтов, и эти лифты, они ездят быстро, и, в принципе, ждать особо долго не приходится, то есть максимум 1-2 минуты, и лифт приходит. В отличие от российских лифтов, опять же, здесь лифты большие, просторные, и в этот лифт помещается от 10 до 15 человек. Здесь я встретился с представителями этого здания, которые взаимодействуют с арендодателями, с покупателями, и вот он любезно согласился нам показать офисы в этом здании. Мы находимся с вами на 18 этаже, отсюда отлично видно весь район GLT, и также частично видно район Дубай-Марина. Район Дубай-Марина находится как раз через дорогу, через Шейхзайд-Роуд, и он очень известен именно как место, куда любят приезжать туристы из России и страны СНГ. Сейчас мы находимся с вами в самом маленьком офисе, площадью этого офиса 88 квадратных метров. Как вы видите, этот офис сделан уже полностью с ремонтом. Такое помещение можно как арендовать, так и купить собственность. Стоимость аренды такого офиса, вот площадью 88 квадратных метров, годовая аренда будет стоить 37 тысяч долларов. Если покупать такой офис в собственность, то стоимость будет 480 тысяч долларов. Как видите, этот офис OpenSpace, его можно перегородить на свое усмотрение. Здесь есть два независимых кондиционера, то есть можно две зоны отдельно регулировать температуру. Также здесь в этом офисе уже есть такая небольшая кухня, где можно помыть руки, приготовить что-то, перекусить, поставить микроволновку, кофемашину. Обычно так здесь делают. И также есть свой санузел, туалет. Также еще хочу вам напомнить, что здесь в каждом здании есть централизованная система пожаротушения. И также в каждом офисе стоят уже огнетушители по умолчанию, вот каждый офис укомплектован огнетушителями. А теперь мы находимся с вами в другом офисе, его площадью уже 112 квадратных метров. Как видите, он тоже полностью с ремонтом. Если такой офис арендовать, с ремонтом годовая аренда будет стоить 47 тысяч долларов. Если покупать такой офис, то стоимость покупки будет 608 тысяч долларов. Как видите, в этом офисе тоже сделаны полы, полностью сделаны стены, потолки, пожарная сигнализация, система пожаротушения, опять же, панорамные окна. Из этого офиса открывается шикарный вид на один из самых дорогих районов Дубая. Этот район называется Эмирет Хиллс. И опять же, как видите, здесь есть огнетушители, и также есть санузел, и небольшая подсобка, где можно перекусить, поставить куда микроволновку. Также в каждом офисе имеется подключение к интернету, есть специальный ящик, куда можно установить сетевое оборудование. И давайте откроем электрический щиток и посмотрим, что находится внутри. И еще один небольшой нюанс. Как правило, в таких вот высоких домах, в небоскребах, окна открываются совсем чуть-чуть. Скорее всего, это сделано просто по соображениям безопасности. Ну а сейчас давайте поднимемся с вами на 30 этаж, и я покажу вам, сколько стоит покупка и аренда офисов без ремонта. Ну вот мы едем с вами в лифте на 30 этаж. Как видите, в каждом лифте вот такая панель управления большая. Большая вот все этажи, с 1 до 44. А вот главный этаж, где заходим, он называется везде ground, G, буква G, то есть это ground floor. Как правило, это и есть, там и находится ресепшн. B1, B2, B3, B4 – это бейсменты, то есть по-русски это фундамент. И там находится, в бейсменте находится парковка, подземная парковка. Ну а теперь мы с вами находимся в офисе без ремонта. Как видите, здесь полы надо делать, стены надо делать, кондиционер, разводку тоже надо делать, то есть там вот торчат только две трубы, и все. Висит пожарная сигнализация, датчики висят, свет висит. Надо как-то все приводить в порядок. Общая площадь вот этого помещения, где мы находимся с вами сейчас, 112 квадратных метров. Если арендовать это помещение вот без ремонта, то стоимость аренды годовая будет 42 тысячи долларов. Если же покупать этот офис, то стоимость будет 547 тысяч долларов. Кстати, по стандартам застройки в Дубае, даже если помещение без ремонта, то санузел и кухня обязательно должны быть отремонтированы. Из этого офиса открывается вид на озеро, которое находится в GLT. Также видно Шейхзайд Роуд, Дубай Марину и Джи Би Ар чуть-чуть видно. И даже чуть-чуть видно море, а если быть точнее, Персидский залив. Напомню вам еще раз, что стоимость аренды вот этого помещения без ремонта 42 тысячи долларов. Если брать точно такое же помещение, но с ремонтом, то годовая стоимость аренды будет 47 тысяч долларов. То есть, как видите, разница всего лишь 5000 долларов. Но опять же, брать с ремонтом или вкладываться в ремонт самостоятельно, либо брать с готовым ремонтом, окончательное решение за вами. Мы с вами находимся еще в одном офисе без ремонта. Этот офис самый маленький в этом здании, его площадь 88 квадратных метров. И вот если этот офис арендовать без ремонта, то годовая стоимость аренды будет 33 тысячи долларов. Напомню вам, если точно такой же офис арендовать с ремонтом, то годовая стоимость будет 37 тысяч долларов. То есть, разница с ремонтом и без ремонта для вот такого офиса 88 квадратных метров разница 4000 долларов в год. Цены на покупку. Вот этот офис, если покупать без ремонта, то стоимость покупки будет 450 тысяч долларов. Если покупать такой же офис, но с ремонтом, то стоимость будет 480 тысяч долларов. Ну и опять же, брать офис с ремонтом и уже куда можно сразу заезжать, но подороже, либо брать офис без ремонта, но подешевле, в конечном итоге решать вам. Какие могут быть основные критерии? Если, например, вас не устраивает стандартный ремонт, вы хотите сделать ремонт на свое усмотрение, именно какой-то свой дизайн, то, естественно, вам лучше брать офис без ремонта и, соответственно, делать ремонт полностью на свой вкус. С другой стороны, если вам надо, например, срочно заехать в офис и нет времени искать подрядчиков, делать все согласования и ждать, пока закончится ремонтная работа, то, конечно же, выгоднее взять офис подороже и уже с готовым ремонтом. Кстати, обычно в таких зданиях, если вы берете помещение без ремонта, то даются несколько месяцев бесплатно на то, чтобы вы могли сделать ремонт. То есть, как правило, бесплатный период составляет от 2 до 4 месяцев, смотря какое здание, смотря какое помещение. На каждом этаже находится по 10 офисов. В принципе, можно арендовать каждый офис по отдельности, либо купить. Также можно арендовать, либо купить целиком весь этаж. Площадь одного этажа – 1000 квадратных метров. Если брать в аренду целый этаж, то предоставляется скидка 5%. Стоимость аренды этажа на целый год составляет 397 тысяч долларов. Если покупать целый этаж с ремонтом, то это обойдется в 5 миллионов 200 тысяч долларов. Если вам было сложно запомнить все эти цифры, пока я рассказывал на видео, прочитайте в описании к этому видео. Мы все для вас написали более подробно, что сколько стоит. С вами был Азат Надыров, специально для канала InDubai. Чтобы связаться со мной, смотрите мои координаты тоже в описании к этому видео. До скорых встреч!